третья стадия отрицания человек не верит что у него произошло часто когда уходит из жизни близкий человек есть такая как бы стадия что если человек верил так сильно в этого человека он говорит он живой это все ерунда я не верю в это что как бы я не хочу никого слышать он живой он даже глядя на мертвое тело он думает что оно живое особенно если когда ребенок уходит из жизни так родители часто думают они верят своих детей если то называют стадии отрицания отрицает что счета плохое произошло если жена ушла он говорит она все равно вернется по-любому он не верит никому кто говорит иначе в это время и в стадии шока нельзя человеку говорить что ну ты не прав ну допустим человек в шоке у него как будто кожу сняли если человек в шоке приходит он не может спать не есть и он говорит ко мне жена вернется надо ему сказать да даже если она никогда не вернется те люди которые ему скажут правду скажут никогда не вернется враги на всю жизнь вот в этом время когда человек находится в стрессе все люди становятся друзьями и врагами на всю жизнь очень трудно потом что-то поменять те люди которые в это время тебе помогают заботиться о тебе они становятся друзьями на всю жизнь те люди которые тебе не помогали в это время ты не сможешь с ними потом дружить а те люди которые тебя отрезветь пытали в это время они становятся врагами ты не сможешь им простить что в это время, когда тебе было очень больно, они тебе делали еще болнее этой ненужной тебе правдой, потому что когда человек находится в шоке, ему никакая правда не нужна, ему нужно только успокоение в жизни и все, ему нужно, чтобы было стало легче, ему не нужна правда, поэтому ему нужно говорить, у тебя все будет хорошо, все вернется, все будет нормально этому человеку, больше ему ничего не надо знать вообще в это время. Если вы даже своему родственникам в это время скажете правду, вы разрушите родственные отношения, будьте осторожны.